Всем привет! Сегодня у нас будет, как всегда первым делом, обзор живых кормов. Как вы могли понять, очень скоро я буду кормить Стэна всем, что у нас тут находится, а именно саранчой. Но это немного старо, поэтому для разнообразия, пока Стэн принимает ванну, мне его заставил усиленно тренироваться, и пока он находится в ванне, мы добавим жителей в этот уголок. Помимо саранчи, нашего варанчика будут ждать еще некоторые экземпляры. Вот тут у нас мадагаскарские тараканчики. И мне очень хочется посмотреть, как будут взаимодействовать эти два вида. Конечно же, тараканы попытаются спяться куда-нибудь подальше, куда-нибудь в узкие щели, но до этого успеют чего-нибудь сделать. Ну и самый главный наш экземпляр, который сегодня не пойдет на корм, но я очень хочу посмотреть, как он будет реагировать на всех своих, так сказать, коллег по цеху. Это, как вы могли догадаться, кормовая мышь. Она сейчас очень не хочет вырезать из своей коробки. Здесь, точнее, не хочет вырезать чистый. Всячески упрямится и сопротивляется. Вот она, рыженькая мышка. С мышью связана очень, с одной стороны, неприятная, с другой стороны, забавная ситуация. Я оставил ее в пластиковом контейнере, примерно вот в таком, и, собственно, ушел на работу. Прихожу, такой думаю, вот-вот расслаблюсь, отдохну, посижу. И только захожу в ванную, как чувствую, что щиколотки, щекотно. Смотрю вниз и вижу мышь. Наверное, половина жителей сразу бы офигели от такого. Но я подумал, посмотрел. Мышь у нас рыжего цвета. Она одна у меня такая. Ну, соответственно, вряд ли бы простые мыши в доме завелись именно такого цвета. Обычно они сероватого оттенка. Ну, и, собственно, оказалось, что мышка прогрызла этот контейнер. Буквально за меньше чем за 12 часов прогрызла огромную дыру. Вылезла. Выбралась из тех сверхотеррариума, где я ее держал. И оказалось аж в ванне. Ну, и, понятное дело, по полу проделать путь было несложно. А вот выбраться из контейнера для этого нужен талант. Поэтому я отсрочил неизбежное для этого мышонка. Это у нас рыжий красноглазый мышиный самец. Такого рыжеватого отлива. И сейчас он будет временно осматривать свое, так сказать, будущее поле боя. Я его вытащу. Не хочу, чтобы его съели так быстро. Тем не менее, он достаточно непослушный. И живет у себя в коробочке. В совершенно другой, более просторной коробочке. С большими удобствами, с большей пищей. Не как чистюля, а как типичный самец. Вот тут мы можем видеть таракана, который уже пригрелся. И явно не хочет никуда торопиться. Саранчо у нас десяток, тараканов три. Ну и пока мышонок имеет возможность побегать. И поиграться с тем, что у нас есть. Поговорить о своей нелегкой жизни живого корма, так сказать. Конечно, он будет осматриваться и, скорее всего, залежет на дно где-нибудь. Вот в этой деревяшке. Но ничего, мы его извлечем. Жаль, у меня нету ни нормальной камеры, ни штатива. Иначе бы я просто поставил камеру на штатив и показывал то, что происходит внутри. Ну и, к сожалению, стекла у террариума, они сильно чистые. А почистить их уже достаточно проблематично. Все равно некоторые углы не достаю. Поэтому надо думать, какой террариум делать стену. С какими дверьми, раздвигающимися, либо открывающимися снаружи. Собственно, хотел сказать также, что тараканчиков мадагаскарских у меня уже много. Они уже раза три или четыре раза множились за месяц. И последний раз, когда я их пересчитывал, а было это дня два назад примерно, оказалось, что там девять взрослых тараканов и шестьдесят один маленький. Поэтому я подумал, что надо бы несколько тараканчиков из их квартиры выселить. Что, собственно, я и сделаю. Эти тараканы станут обедом. Мышь создает напряжение. Сама не понимает, где и что, и как. Куда деваться, что делать. А тараканы, я не знаю, они могли куда угодно залезть. Но на сей раз явно не под коврик. Искать их так можно очень долго. Скорее всего, нашли себе узкую щель. Какая-то саранча вон висит. Точнее, сидит прямо на деревяшке. Какие-то бродят, какие-то находятся внутри деревяшки. А мышь не понимает, где и найти подходящее место. Собственно, несмотря на разницу видов, никакой особенной движухи не намечается. Кроме передвижения, саранчи и игр в прятки тараканов. Их было трое, где сейчас уже остальные два я понятия не имею. Придется их позже поискать. Вон, вижу еще одного. Он там, вдалеке. Его очень трудно увидеть сейчас на телефон. Но, тем не менее, он там облюбовал себе кусочек сухого сфагнума. В самом-самом углу. Ну, а мышь, видимо, облюбовала себе до полу и будет находиться там. В midst of him. Игорь Негода. да мышонок облюбовал себе укромное местечко и как самый крупный выселил оттуда всех неугодных а именно саранчу большая часть саранчи сейчас видно можно даже посчитать видны восемь штук еще двое где-то прячутся как ни странно они достаточно нормально воспринимает такое помещение и не пытаются удрать но видимо не чувствует достаточно воздуха свежего поэтому их устраивает нынешнее местоположение все они не голодные раз что саранча не может долго находиться в неволе особенно в пластиковых контейнерах достаточно узких ей нужно большое пространство поэтому поэтому многие экземпляры саранчи вполне могли погибнуть наш мышь гуляет туда-сюда бродит таракан испугал мыша своим шипящим звуком относительно неплохая рубрика мне понравилось экспериментировать нужен для этого отдельный террариум я так полагаю чего будет не скоро но возможно в процессе я буду снимать реакцию различных насекомых друг на друга в более интересных условиях попыталась удрать таракан ищут узкие места мышка темные неблагоприятные но мы им долго не дадим развлекаться всего лишь полчаса а потом вернется с наш капский варан и займется своим насекомым обедом ну а пока все дальнейшие наши приключения уже будут непосредственно с хозяином террариума с капским вараном стенам сила сила Продолжение следует... Эти звуки исходят от саранчи.